И первого из двух, второй пройдет в воскресенье, в субботу, в Хельсинке на Хартвово-Арене. Начало матча вот как раз в 14 часов по московскому времени. И трансляция на нашем канале, естественно. И дают бросить с разворота Хюта Нино. Раскатываются нападающие российской команды. Хартвов-Зубов-Кокорев у нас на льду. Хартвов ведет борьбу на лицевом борту, но заходят финны. Из-под этого прейзинга, попытка прорваться на позицию перед воротами, силовой прием, и выходит в нейтральную зону, и свисток остановлен в встречу. Я скажу, что вот пишет для размышлений, серьезный будет у Знарка. Опять же, кто-то себя вот очень хорошо зарегистрировал, кто-то такие, и чья-то игра вопросы вызывает. И вот так. Не случайно Знарок задумал, конечно, на другом сейчас думает о более конкретном. Он сейчас весь в игре и думает о том, как это мы с вами снимаем. Ну, в принципе, просто как быть этот матч, какие там нужно что-то сделать. А так, в принципе, тема, конечно, есть. И такие матчи очень важны в преддверии чемпионата мира. И опять же, многие команды закончились достаточно рано. В кандидатах хоккейной лиги даже те, кто играл там 10 марта закончили, кто вот попал в плей-офф и вылетел там. Это еще 8 команд в первом круге вылетел. Поэтому тут игровая практика нужна. И опять же, в тонусе держать, ребят, это вот одна из проблем. Вот плей-офф, когда есть, то в очень разном физическом состоянии, в игровом таком тонусе тренера сборная с этим приходится работать, в том числе. Не удалось ворваться в зону соперников. И на отобрали шайбу на дальних ковку, еще даже к своей синей линии. И теперь вот здесь Вертанин и его партнеры не самые затейливые, но зато способны вцепиться зубами в шайбу и возить, возить, возить ее по порту. Очень быстро игру. В 60 метров от своих ворот это, пожалуйста, это сколько угодно. А когда вот в этот, они доиграют, интересно, вот я знаю, что вы тоже не задняя задача. Там же одну игру не доиграли за ужасную льда шведы с финнами. Где-то они должны сыграть? Не в курсе, честно говоря. Евротур-то должен быть закончен, нам же таблицу показали, а у шведов-финов по 7 игр перед началом вот этих суперсерий. Еще где-то должны сыграть. Там победить, должен определиться, должен трудовой фон быть поделен. А шведы с чехами сыграют завтра и в воскресенье. Вот это что я знаю. А там уже нужно где-то выкраивать время для того, чтобы шведы размялись перед поездкой в Мутищу. Иманин против Луктионова. Иманин выигрывает это в бросовании 2-0. Лепесто принимает поздравления. Не самый мощный бросок защитника от синей линии, тем не менее, достигает цели. Вчера мы убедились, что не самыми сильными бросками Акбарс вырвал победу. Опять же, здесь очень грамотные финны действовали. Во-первых, вчистую выиграно в бросовании. Во-вторых, покатил на пятачок один игрок. Сразу туда пильстрюм полетел. И не исключено, что он там каким-то образом даже и подправил шайбу в ворота. По крайней мере, отвлекал на себя внимание Барулина. Лепесто. Все так спокойно. Пишут, что никто не подправил, да? 2-0. Поверно. Усложнилась задача российской команды, поскольку за полторы минуты нужно забросить на две шайбы больше, чем за 58 с половиной минут до того. Ярко и Манин очередную вторую голевую передачу в этом матче расчет записывает. Такую паузу сделала Фалмин. И так себе статистику в сборной не улучшил. А ведь все потом подсчитывают. И все в истории твоей игры остается. Проброс определяют арбитры. 54 секунды до конца третьего периода вбрасывание будет у ворот хозяев. На лавке Константин Барулин. Тайм-аут берет российская команда. Да нет, наверное, финская. Потому что проброс же был. Нельзя менять состав. Ну, конечно. Арис Виталинш рисует схему на концовку. Очень нужно. Кстати, вот и одна из причин, почему не поздно и хоккей, чтобы дети могли прийти. Понимаете, так вот делай в 9 вечера. И завтра на работу, и детишка точно не будет в школу. Выиграли вбрасывание. Получает возможность поштурмовать немножечко ворота. Но опять в этой сутоке на пятаке бросить не удается. Финну тут уже ложатся грудью на шайбу. Не под, а на. Ну, вот поймать ее не так-то просто. Выводит в нейтральную зону. Торопится наше ее вернуть. Зарипов на дальнем борту свободного партнера находит. И так, а там грудь на шайбу как-то отскочила. Бьет от себя клюшкой по голове. Ну, вот здесь уже под расстрел. Вот Кантиволоков. Улучшил все настроения после супернеудачного сезона. Играли неплохо. И третий период неплохо. Вот так 0,3. И потом... Пойди докажись. Ну, да. И потом... Что тебе не привезло. Претензии какие-то там могут быть, в принципе. Ну, пищей для размышлений очень много. Конечно, у гнарка. Вообще, вот в адрес нашей сборной никаких камешков не кину. Опять, чемпионат мира уже очень скоро. Две недели осталось ровно. Опять же, состав у нас поменяется, я думаю, на 50% минимум. Хотя, конечно, чемпионат мира там едет очень много народов. Сколько, 27 человек может быть там в заявке. Поэтому часть поедет. Но из тех, кто вот сейчас играет, ну, человек 10, наверное, там твердо должны быть в составе. Ну, что же. Закончена эта встреча со счетом 3-0. Сборная Финляндии одержала победу от Энгрен. Получает поздравление с Сухарем. Соперники встретятся вновь уже в субботу в 14 часов в московском времени. Трансляция на нашем канале. Ну, а на сегодня все. Для вас работали редактор трансляции Алексей Пишнин и комментатор Сергей Гемаев, Роман Скворцов. До новых встреч на нашем канале. И до новых встреч нашей сборной теперь уже в субботу. Но ближайшая встреча ждет вас, Сергей Мельчим, в рамках программы.